Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и это продолжение второй части урока по Phonics FD. Поговорим о пресетах жидкости. Для первых двух пресетов я создал такую сцену. В нее добавил освещение с помощью V-Ray Dome. А там включил новую опцию Adaptive Dome для более качественного просчета HDRI без шума. В рендеринге, как обычно, V-Ray GPU Next. Но не волнуйтесь, до V-Ray Cloud еще доберемся. А в настройках Performance выбрал все устройства на сервере. Сцена выглядит таким образом. Естественно, для цилиндра я назначил ID.2 на нижнюю поверхность, чтобы жидкость выливалась именно оттуда. Теперь выбираем его и кликаем на пресет воды. Затем в Liquid Source пишем ID.2 и идем в настройки сетки, выбрав объект Phonics FD Liquid 001. Настраиваем размер по осям XYZ, чтобы все объекты сцены находились внутри контейнера симуляции. И запускаем ее. Итак, симуляция прошла за 14 минут 41 секунду. И давайте посмотрим, что получается на рендере. Самое крутое в симуляции жидкости то, что автоматически назначаются все материалы. Добавляется пена, брызги и таким образом, вы получаете очень классный результат. К сожалению, V-Ray GPU пока не поддерживает эффект пены и брызг. И команда House Group обещает исправить это в ближайшее время. Поэтому следующие пресеты начиная с пива, будем рендерить на V-Ray Cloud. Но сейчас мне интересно посмотреть скорость GPU рендера на данной симуляции. Поэтому я отрендерю ее с помощью трех видеокарт на сервере. Сразу предупреждаю, что GPU Preview во Viewport также не работает с жидкостями. Поэтому их нужно рендерить. Идем в настройки рендера. В V-Ray ставим 1000 сэмплов. Noise Limit по умолчанию. И в Renderer Elements включаем NVIDIA AI Denoiser. Для Preview таких настроек будет достаточно. Нажимаем Render. В итоге получился такой результат за 29 минут. То есть один кадр считался примерно 3 минуты. Как видите 1000 сэмплов и Denoiser достаточно для того, чтобы понять, что у вас получается. А для финалки можно увеличить количество сэмплов и убрать Denoiser, так как я нокдаун портит картинку. Итак, следующий пресет молоко. Как обычно назначаем его на трубу и идем в настройки сетки. Увеличиваем ее размеры и значение Total Cells сделаем равным 30000000. Я думаю, этого значения будет достаточно для качественной симуляции молока на таком расстоянии от камеры. Запускаем симуляцию. Итак, симуляция закончилась за 13 минут 22 секунды. Теперь давайте отрендерим ее и посмотрим, что получилось в PD-Player. Итак, рендер закончился за 24 минуты и я получил такую симуляцию молока. И естественно, для лучшего качества можно было уменьшить Grid Size, тем самым увеличив Total Cells. Но я думаю, что для урока такого результата достаточно. Идем дальше. А далее следует пресет PIVO. Для симуляции PIVO я подготовил такую сценку. Для краника создал цилиндр и как обычно на нижний полигон назначил ID равная 2. В Liquid Source объекте указал это ID. После чего в настройках симуляции включил Adaptive Grid и ограничил расширение сетки с помощью Maximum Expansion. Чтобы жидкость не влетала за эти границы. Анимацию поставил на 200 фреймов и она выглядит таким образом. То есть я даю время, чтобы кружка наполнилась пивом и потом делаю ей такое движение. Кстати, Вы можете контролировать момент подачи пива и в любое время остановить его. Для этого в Liquid Source задаем ключи анимации для параметра Outgoing Velocity. У меня до 99 фрейма это значение равно 22,5 см. А на 110 кадре значение равное 0. Чтобы подача пива закончилась. Запускаем симуляцию. Итак, симуляция закончилась за 3 часа и 3 минуты. Теперь давайте ее отрендерим и посмотрим, что получилось в PD Player. Рендеры я буду делать не на нашей ферме. Потому что, во-первых, GPU Render в данный момент не поддерживает пену и некоторые эффекты PhoenixFD. Поэтому я буду рендерить на GPU. А рендер на одном сервере это не серьезная идея. И поэтому я решил последующие рендеры делать на V-Ray Cloud. Так как это будет намного быстрее, чем даже рендер на одном самом мощном сервере. Потому что на V-Ray Cloud мне доступно много серверов и рендер каждого кадра будет идти параллельно. Для симуляции я выберу preset WFX в V-Ray Quick Settings. Немного уменьшу качество AA. Затем иду в сами настройки. Разрешение я выставляю равным 1280 на 720. Так как его будет достаточно для урока. Затем в вкладке V-Ray для Bucket Image Samples изменяю значение Noise Threshold на 0.1. Так рендер будет идти быстрее и весь шум можно убрать с помощью V-Ray Denoiser. Его настройки оставляю по умолчанию, но в Advanced Denoiser Parameters выбираю другой режим под названием Show Denoiser Result Channel. Таким образом, V-Ray Cloud сохранит две версии без Denoiser и с ним. После того, как вы сделали такие настройки, идем на сайт housegroup.com И записываемся на бета-тест V-Ray Cloud. В итоге, вы получите специальную утилиту и возможность рендерить в облаке с помощью специальной иконки облака на панели V-Ray Next. Нажав на это облако, вы откроете настройки V-Ray Cloud, в которых вы можете запустить Preview, проанализировать сцену на ошибки и экспортировать анимацию. После чего нажимаем Submit. В итоге, вы увидите процесс экспорта всех фреймов и всей сцены в формат VR Scene. Затем запустится браузер и пойдет анализ сцены. После чего появятся базовые настройки для рендера, в которых вы можете дать имя задачи, создать отдельный проект под нее, поменять разрешение и так далее. По умолчанию формат сохраненных файлов XR и JPEG. Но это можно поменять просто указав в настройках рендера сцены другой формат. Затем нажимаем Submit и ждем рендер. Как только закончится рендер, вы увидите размер файлов для загрузки, которые можно скачать с помощью командной строки или через браузер. Также будет видно время рендера и сколько кредитов было потрачено. Время рендера данной симуляции я использовал 100 серверов, которые одновременно делали рендер каждого кадра. То есть сделаем вывод, если здесь на мощных серверах это отрендерилось за 19 минут, то на одном сервере любой конфигурации это будет гораздо дольше. Поэтому рендер симуляции на одном ПК глупая затея. И лучше идти на VeryCloud или к нам на ферму. Тут уже смотрите по цене, что вам удобнее и выгоднее. Сейчас во время бета-теста бесплатно дается 300 кредитов. И так выглядят цены на дополнительные кредиты. Итак, после того, как вы скачаете папку с рендером, вы там увидите обычный XR без Denoise. Затем будет идти XR с Denoise. И также результат в JPEG формате без него. Давайте для начала откроем анимацию без Denoise и посмотрим, что получилось при использовании тех настроек, которые я показывал до рендера. Сразу предупреждаю, что при первом запуске у вас может падать FPS. Но как только вся симуляция загрузится в Cache, последующее воспроизведение будет без падения производительности. Кстати, в любой момент, вы можете запустить настройки и например, поменять экспозицию кадра. Итак, все записалось в Cache и можно посмотреть симуляцию с нормальным FPS. Как видите, симуляция получилась достаточно реалистичной. То есть сначала, как в реальной жизни, пиво наливается, пенится. Что-то там бурлит. Образуется пена, потом она поднимается вверх вместе с эффектом пузырей. И затем, как вы помните, я решил поднять кружку и чуть-чуть разлить пиво. И тут все тоже выглядит достаточно реалистично. Единственное, что вы могли заметить это странное распространение пены на столе. Как это исправить, вы уже узнаете, когда я подробно буду рассказывать о всех настройках симуляции. Теперь давайте посмотрим тот же эффект с Denoiser. Создаем новую композицию и загружаем секвенцию с ним. С Denoiser результат выглядит без шума, но к сожалению, некоторые мелкие детали размываются. Но это не критично и может вполне устроить на начальном этапе. А потом уже, если захотите, отрендерите финальный результат для продакшена с лучшими настройками. Итак, это все, что я хотел рассказать о пресете пиво. Идем дальше. Итак, следующий пресет это кофе. Для симуляции я создал такую сцену с блюдцем. Тот же цилиндр, нижней части которого назначил ID.2. Который также указал в Liquid Source. Теперь переходим в настройки симуляции. Я думаю, для этого пресета не стоит делать слишком большой целсайз. Так как кофе будет разливаться по блюдцу и сетка будет расширяться. Поэтому я выставляю такое значение. Сетка открыта по всем осям. И включаем Adaptive Grid с Extra Margin 2. Чтобы не смотря на скорость жидкости, сетка успела расшириться. И я включу Maximum Expansion для того, чтобы если жидкость зайдет за края блюдца, она не разливалась за кадром. Что обычно приводит к большим значениям Total Cells и долгой симуляции. Это все настройки, которые нужны для симуляции. Запускаем ее. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку поделиться. Всем мир! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok